Всех приветствую, с вами Dix PC Storm, меня зовут Александр. Сегодня приехали к нам в сервисный центр, чтобы снять для вас обзор компонентной базы ноутбука Thunder Robot 911X. Как обычно, наш сервисный инженер его разберет и расскажет, что у него внутри, какие есть плюсы и минусы и на кто стоит обратить внимание. Приступим к просмотру. И на столе у нас оказывается Thunder Robot 911X, на борту которого установлен Ntukoi i7-12650H и RTX 4070. Давайте посмотрим, каким образом компания Thunder Robot реализовала систему охлаждения на данном ноутбуке. Аккуратненько его вскроем. Немного магии. Небольшой сюрприз. Компания Thunder Robot спрятали один винтик. Видимо, Thunder Robot насмотрелась на компанию HP, которая очень любит прятать винты под наклейками различными силиконами. На HP-пробуках стареньких у HP-шек был прям фетиш какой-то. Абсолютно все винты были спрятаны под силиконовыми проставками. Ты всегда скрываешь. Вблизи их было видно. Они все равно отличались по цвету от пластика немного. Но фишка была в том, что фактически, если смотреть с расстояния в метр на ноутбуке, на заднюю крышку не было видно ни одного отверстия под винты. Потому что силикон был просто в ровень с пластиком. Здесь, конечно, они очень неприятные сделали защелочки. Кажется, они немножко похлипкими. Внутри все выглядит довольно симпатично. Что у нас тут скрывается за наклейкой? За наклейкой у нас прячется слот расширения для NVMe-накопителя. Установлена всего одна планка оперативной памяти на 16 ГБ. ДДР, не вижу, это у нас, судя по всему, четверка. Да, ДДР 4, 3200. Плату сделала у нас компания Кванта. Кванта NLX и NLXB. Ревизия C. Здесь у нас находятся парные окулера. Обе тепловые трубки проходят через них. Довольно нестандартное решение для игровых ноутбуков. Очень компактная зона VRM. Предполагаю, здесь у нас находится VRM-процессор. Здесь у нас видеочип. VRM охлаждается у нас через классические для Dantorobot жидкие термопрокладки белого цвета. Собран VRM. Судя по всему, на шим-контроллере от компании RichTech и NDR MOS. Естественно, возникают некоторые сомнения относительно того, насколько система охлаждения будет справляться с игровыми нагрузками. Будем тестировать и смотреть, какие результаты покажут. Потому что общие трубки это достаточно компактное решение, но не всегда оправданное в плане температур и общего нагрева материнской платы. И достаточно плотная компоновка видеочипа и процессора рядом с друг другом. Это потенциально может сыграть злую шутку, потому что два основных потребителя находятся очень близко. С другой стороны, ни RTX 4070, ни 12650H не самые горячие процессоры видеочип. Поэтому температуры могут быть вполне достойными. По слотам расширения в этом ноутбуке мы наблюдаем на боковой панели два USB порта. Это у нас порты USB 3. С обратной стороны HDMI также USB 3 порт. Разъем RJ45 и Type-C, через который одновременно можно и передавать данные и заряжать устройство. Вполне стандартный комплект для современных ноутбуков. Аккумулятор поставили на 4070 мАч. Тоже, наверное, уже классика почти на всех игровых ноутбуках. Сейчас ставятся аккумуляторы примерно идентичной емкости. 4-4500 мАч. Фактически 60 Ватт часов. Плюс-минус все остальное находится фактически в зоне заводских погрешностей зачастую. Интереснее всего будет увидеть тесты температур под него. Как будет себя показывать 12650 при условии, что стоит DDR4 памятник DDR5, который сейчас стоит. Большинство игровых ноутбуков свежей генерации. Для этого придется нам записать еще один ролик, чтобы все это посмотреть. Думаю, в любом случае будут достойные показатели в играх в плане производительности. Заодно посмотрим температурный режим. В любом случае, даже если температура покажется завышенными, можно будет обслужить на чуть более интересные термоинтерфейсы. Термопрокладки с фазовым переходом, которые в любом случае дадут прирост производительности. Но, в целом, для большинства свежих игровых ноутбуков и от китайских брендов, и от титанов рынка, таких как MSI, Asus, в игровые ноутбуки, они до сих пор классическую термопасту наносят, не всегда она выдерживает современные нагрузки, поэтому очень часто мы рекомендуем нашим клиентам в ближайшее время ноутбук обслуживать на более современные, назовем их так, термоинтерфейсы, на термопасту с фазовым переходом, на хорошие жидкие термопрокладки. Ну, хорошие жидкие термопрокладки не во всех ноутбуках нужны, тот же Asus использует термоинтерфейсы Denko жидкие, лучше них, наверное, на данный момент из того, что можно приобрести, почти ничего и нет. Лаир, то может некоторую конкуренцию составить, но опять-таки опционально, не во всех ситуациях. Но термопаста с фазовым переходом всегда дает очень хороший буст по температурам, разумеется, в меньшую сторону, ноутбуки на ней чувствуют себя значительно лучше. Смотрите следующий ролик с тестами данного ноутбука, проверим, насколько мои слова, мои сомнения относительно температурного режима работы этого ноутбука оказываются близки к правде. Продолжение следует...